Здравия желаю! Нож Oldbeer размер M. И для начала характеристики ножа взятые с сайта компании-производителя Antonini Knives. Общая длина 190 мм, длина в сложенном виде 110 мм, длина клинка 80 мм, сталь клинка AISI 420, покрытие клинка PTFE, это если латиница, черная PTFE, как-то так. Так, рукоять, черное ламинированное дерево и самое интересное из характеристик, вес ножа всего лишь 31 грамм. Ну и как я говорил в предыдущем своем видео о данном ноже Spartan с деревянными накладками, мне этот нож достался в подарок, но я бы себе его сам не взял, ну по крайней мере в ближайшее время. Почему? Потому как я не привык переплачивать, если есть вариант подешевле, я всегда выберу его. А вариант подешевле в данном случае это Opinel, который стоит почти в три раза дешевле. Выбор лично для меня очевиден, но так как это подарок, я рад конечно, что появился у меня данный нож и возможность посмотреть, попользоваться им. Ну это будет так, не просто обзор, а даже больше сравнение с ножом Opinel. Ну и теперь покажу поближе нож. Рукоять дерева имеет такую пористую структуру, покрыта темной матовой краской. Оно не глянцевое, матовое, так же как и клинок полностью матовый. И вот такая вот, допустим у ножей Opinel такого нет. Не знаю из какого дерева сделано, но вот такие вот как бы имеются поры. Сразу клинок, то ли клинок кривоват, то ли выпил неровный, но такое встречается на тех же ножах Opinel. Допустим вот Opinel 12 у меня здесь тоже, но здесь кривоват именно кончик клинка кривой. То на этом ноже тоже видно как он находится в стороне, не по центру рукояти, именно сам кончик. Очень такой интересный материал, конечно. Когда пришла посылка, достали мы ее с другом из пачкомата, и была такая небольшая коробка. И такое впечатление, как будто там вообще была какая-то пустота. Просто невесомый нож, реально невесомый. Даже если взять, сравнивать с Opinel, я не знаю даже, это Opinel номер 8, не знаю я его вес. Но он заметно, заметно легче, чем эта восьмерка. Хотя Opinel, опять же, просто деревяшка, да, ничего тут тяжелого нет, легкий ножичек. То это прям просто какое-то, даже кажется, что это не дерево, а какой-то, не знаю, как поплавок. Как будто какой-то пенопласт или что-то наподобие того. Шел он вот в такой коробке, довольно такого, знаете, презентабельного вида. Очень интересная такая коробочка, с кучей всякой информации. Здесь тоже характеристики ножа указаны. И всякая такая всячина. И внутри инструкция, которая, блин, позавидуют, не знаю, все, наверное, производители. Тут целая книга просто по этим ножам. Разные их виды, разные варианты описаны. В общем, можно заварить чай и как раз, пока допьете, прочитаете это все. Бывают данные ножи разных видов форм, также разные рукояти, в смысле расцветки. Вот в отличие от опенели, здесь в опенели только восьмерки разных цветов. То здесь куча тоже других. Я не смотрел полностью весь их каталог на сайте, но там можно посмотреть. В общем, куча-куча разнообразных разных расцветок и также материала в рукояти. Не только такое дерево, а и олива, и там что-то еще другое есть. Поэтому выбор у них тоже довольно большой. Ну и рукояти. Чуть отличаются формами. Ну и та же круглая ручка бочкообразная. Немного отличается хвостовик. Это у меня опенель номер 8. Клинок у него 8,5 мм. Ну, кончик слегка у него, конечно, у меня обломленный, как на всех моих опенелях. То этот нож, у него клинок 80 мм, соответствует опенелю номер 7. Если сравнивать, то, конечно, было бы более корректно сравнивать с опенель 7 его. Далее, вот такие вот имеются клейма здесь. Логотип какой-то. И замок. В принципе, та же суть, что и опенеля, ну, по большому счету. Только более он, как у опенеля, большое кольцо. А здесь такая вот маленькая скоба, скажем, тоже открываете. Все это двумя руками делается, по старинке. Закрываете. И все. В принципе, тот же опенель, но чуть-чуть как-то по-своему там переработанный. Клинок. Покрытие клинка матовое. Оно не глянцевое. Отпечатки на нем, кстати, не остаются от пальцев. Довольно, кажется, сделано. Ну, пока я им пользовался, не так уж и долго. Ну, несколько раз я им дома готовил. На природе тоже есть у меня тест полноценный. Можете посмотреть, я им готовил. Пока у меня ничего не стерлось. Мою обычным моющим с губкой. Ничего не облезло, ничего и не стерлось. Если, конечно, можно там стружить древесину или консервы открывать, возможно, оно и сойдет. Ну, а пока в таком нормальном состоянии, как было из коробки. По клинку видно, что у опенеля он сведен в ноль. То здесь сделан подвод на ноже Old Beer. Ну, что лучше, что хуже, я не знаю. Мне, в принципе, все равно. Режет он отлично. И тот, и тот. Также вот опенель проточен до конца. То этот, как бы часть ножа еще до конца, но часть ножа заходит в рукоять. Ну, специально сделано, чтобы закрывался замок, чтобы упирался в этот, в окончание клинка, скажем, или как в начало клинка, чтобы упирался этот замок, эта скоба. И таким образом не дает ему складываться. Так далее по клинку. Ну, клеймо у Old Beer выглядит, конечно, более нарядным. На пол клинка все здесь нарисовано. Медведи расписано, все написано. Производится нож в Италии, кстати. Чем он нанесен, как это сделано, тоже, опять же, я не скажу. Но пока я его эксплуатирую, ничего еще не стерлось. Все у него как было, так и есть. Так же еще имеются отличия по клинкам. Кстати, у Old Beer, да, вот, по-моему, визуально он тоньше будет. И он сужается. У Опинеля он, как бы, толщину клинка сохраняет почти до самого конца. И лишь в конце, там, буквально, там, сколько, 2 сантиметра, наверное, уже идет сужение. То у ножа Old Beer он сужается намного раньше. Если у Опинеля кончик, там, супер деликатный. Но, опять же, здесь у меня он уже обломлен. Он был чуть длиннее, я сам кончик сломал. То у ножа Old Beer он еще и деликатнее. По покрытию, кстати. Есть ножи Old Beer без покрытия. Это просто с обычным таким светлым, ну, без покрытия светлые клинки. Поэтому смотрите тоже там, кому что больше нравится. Ну, если вот их сравнивать, то режут они, ну, одинаково. Работал я и тем, и тем. Единственное, покрытие слегка чувствуется, когда что-то чистите, ту же картошку, и нарезаете там картошка, лук. Некоторые продукты иногда, не всегда, а иногда чувствуются торможение. Но, опять же, это из-за покрытия. Есть ножи без покрытия, поэтому будут работать точно так же, как и Опинель. Потом, замок. Какой замок лучше, я не скажу. Ну, в смысле, в плане того, что удобнее. Как бы, оба ножа, оба замка не суперудобные. Этот отличается внешне, но суть его та же. Запирание тоже, в принципе, клинка происходит. Я не скажу, что этот, допустим, замок удобнее, чем этот. Как бы, как по мне, здесь разницы нет никакой. По почистке, скажем, загрязняемости, ну, такой тоже пункт некоторых он волнует. Меня он абсолютно не волнует. Возможно, данный нож будет легче промывать, так как здесь, у Опинеля здесь кольцо, которое полностью, да, все закрывает. Может, туда-то между кольцом и этой металлической частью ножа, может там что-то попасть, какая-то бацилла, бактерия злая залезет, и потом все, конец. То здесь, как мне кажется, промывать его все-таки будет удобнее, потому как скоба это будет поменьше, но, опять же, туда тоже может забиться вредный микроб и потом напасть на вас ночью. Поэтому будьте осторожны, конечно. Лучше пользуйтесь фиксированными клинками. Там такого, такая опасность сведена к минимуму. Далее, по этому замку, именно вот при чистке такой момент, так как здесь ничего нет, все ровненько, все гладенько, то здесь, конечно, торчит вот такая штуковина, и при чистке как бы, ну, лучше бы ее не было. Я не скажу, что супер мешает, но иногда, бывает, чистишь и забываешь о том, что там что-то есть, там палец как-то там упирается, но иногда бывает такое, что как-то ты понимаешь, что лучше бы этого не было, потому как хочешь перехватиться, оно как раз там, рука, палец ложится как раз на этот выступ. Ну, опять же, я левша, я работаю левой рукой, как для правши, не знаю, может, правшей будет и как-то по-другому, в общем, он себя чувствовать с данным ножом. Потом момент такой по рукоятям и их разбуханию. Данный нож набухает точно так же, как и опинель. Я специально проверял, ну, сначала просто я им там попользовался, помыл, я никогда ножи не вытираю, просто помыл и там сложил. Потом через какое-то там, да, там через буквально пару минут, там 5 минут я его открываю и чувствуется уже он ходит более туже, как бы с усилием. Он уже, рукоять разбухла, открывается не так хорошо. И недавно тоже вот специально взял его, наверное, часа на два бросил в стакан с водой, постоял, тоже еще стал туже открываться, но не так, не смертельно. Допустим, вот опинель моего друга, не этот номер 9, так мы его даже когда-то пришли на природу и не получалось открыть, реально он разбух так конкретно, что нам пришлось его мультитулом, пассатижами его доставать. То этот, в общем, ну, разбухает так же, как и опинель. Тут у них наравне. Кстати, рукоять все вот хочу испытать, но не было пока, даже не, была возможность, забыл какой-то водоем его там, где поглубже опустить. У меня такое чувство, что он будет в толще воды даже плавать. Вес у него, конечно, это вот нож, можно советовать легкоходом, для которых даже я смотрел там, да, какие-то там походники, туристы, и там рассказывают, что он даже там опинель с собой не берет, потому как это лишний вес, зачем тащить, а нож не пригождается с тобой, как правило, там очень-очень редко, практически никогда. То это как раз вот для легкоходов, 31 грамм, ну, я не знаю, если осилят такую тяжесть, то можно взять, но всяко полегче, чем этот тяжеленный, здоровенный опинель. Но, с другой стороны, вот есть у меня тест данного ножа, так там было так довольно ветрено, снимали мы на смотровой вышке у озера, и я даже переживал иногда, что его унесет ветер, и он его просто сдует, потому как он реально невесомый, там, когда дует ветер, то его аж проворачивало, пошатывало, приходилось его как-то ложить так, чтобы его не сдувало, чтобы он не улетел. Ну, и немного сравнения с другими ножами, опинель номер 8, опять же. Такой малыш португальской фирмы МАМ. Викторинах с 91 миллиметров, Спартан. И Викторинах Сентинелл, 111 миллиметров. Ну и опинель 12, просто король походной кухни, король пикников и шашлыков. Ну и как итог, довольно интересный нож, но именно для любителей, для любителей подобного плана ножей, скажем так, для, как сказать, для коллекции, может кто-то хочет приобрести, там собираю, да, всякие такие традиционные ножи, да, вот там вот Франция, опять же, Италия, Португалия, там еще там какие-то есть, там разные, может другие, я не в курсе, не вникал. Ну а так, конечно, если выбирать их, сравнивать там с опинелем, то, ну, опинель почти в три раза, наверное, дешевле, ну, именно восьмерка, восьмерка или семерка. Поэтому, конечно, здесь в пользу опинеля. При одинаковых характеристиках, при одинаковых качествах, при, ну, в общем, одинаково ими работать, то опинель банально дешевле, поэтому я выбираю его. Если бы мне был нужен нож, ну, еще там, да, один складной какой-то, опинель, ну, или такого плана, я бы выбрал вот именно опинель. Я бы Old Beer не выбирал. Но так как, опять же, повторюсь, это подарок, то мне довольно интересно посмотреть все это, покрутить, попользоваться. Ну, а почему такая большая разница в цене у них, даже не скажу. Вот самому интересно, даже вот опинель 12 стоит, ну, наверное, в два раза дешевле, чем этот нож. Поэтому, если хотите там разнообразить свою коллекцию, что-то интересное себе приобрести, или там необычное, нестандартное, да, опинель уже как бы банально, да, всем уже, у всех есть опинели, то Old Beer очень даже, если вам не жалко тратить эти деньги. Опять же, он не супер дорого стоит, но если сравнивать с опинелем, то, конечно, на порядок дороже. Или же как подарок, удивить кого-либо, кого уже ножами там, может, как-то там сильно не удивишь чем-то, зато такой интересный экземпляр для коллекции. Ну, а если чисто по функционалу, то, конечно же, опинель наше все, как и Victorinox. Ну, на этом все. Конец связи.